В рамках подведения итогов года культуры лучшие работники этой сферы получили краевые награды. Губернатор региона Константин Ильковский наградил 13 импедиатов музыкальной школы имени Павликовской и детской школы искусств номер 5 в номинации «Юные дарования». К величайшему сожалению, мы как власть всегда берем культуру в долгу, поскольку, наверное, нет тех средств, которые мы сегодня в полной мере могли бы насытить культуру. Сделать так, чтобы она ни в чем не испытывала нужды, к величайшему сожалению, но вместе с тем, все равно из года в год мы находим возможности для того, чтобы каждый год в Забайкалье появлялось что-то новое. Кроме того, Ильковский наградил и двух студенток Забайкальского техникума искусств – Инну Константинову и Далю Лялину, которые являются лауреатами премии Забайкальского края для талантливой молодежи за успехи в творческой, научной и учебной деятельности. «Человек в своей профессии должен добиваться максимума, что он может, и даже выше ставить планку, стремиться всегда к ней, потому что, я думаю, нет предела к какому-то совершенству. И чем выше планка эта, тем больше он может добиться. Наверное, по результатам этой работы как-то и дается такая премия». Также награды Министерства культуры Забайкальского края получили победители конкурса профессионального мастерства – 4 работника библиотеки, 5 хранителей музеев, 4 сотрудника досуговых центров, 5 лучших театральных деятелей и 5 преподавателей в сфере культуры и искусства Забайкальского края. «Работники наши были, как же сказать, одухотворены, наверное. На подъеме очень активное участие принимали в различных не только региональных конкурсах, но и международных, всероссийского масштаба. Вот за это они сегодня получат определенное вознаграждение. Я бы не сказала, что у нас в нашей отрасли нет активных учреждений, не активных учреждений культуры. Все стараются в меру своей возможности принять везде участие». В номинации «Лучшая детская музыкальная школа» победила музыкальная школа имени Павляковской, а в номинации «Лучшая детская школа искусств среди школ городских округов» первой стала детская школа искусств номер 5-4. «Мне кажется, что самое главное в любой области быть профессионалом своего дела и любить его, безумно любить. Я думаю, что здесь сейчас собрались именно профессионалы своего дела, которые безумно любят свой труд и свою работу». Все награжденные получили премии от 5 до 30 тысяч рублей. Анастасия Дремова, Анна Хвостова. Специально для Забунфору.